21. Век. Новое в глобальном развитии. Мнение. Экономический кризис 2 декабря 1955. 21. Век. Новое в глобальном развитии. Интересы общества требуют пересмотра мировой экономической политики. Юрий Пескулов. Комментарии в просмотров 347. Фото. DPA slash DAS. Заканчивается второе десятилетие нового века. На его рубеже многие ожидали, что глобальное развитие плавно перетечет в свою новую фазу со сложившимися правилами и тенденциями, углубления специализации и разделения труда, в том числе с развивающимися странами, дальнейшей географической диверсификацией производства при ведущей роли западных ТНК в этих процессах и т.д. Но этого не случилось. В полном соответствии с диалектикой развития капитализма глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 годы. Не только вскрыл пузыри закредитованности и спекулятивных финансов, но и не решил проблемы дальнейшей концентрации капитала в руках узкой прослойки собственников, не видящих к тому же его выгодного применения, и, с другой стороны, растущей задолженности и обнищания основной массы населения. Бурное развитие новых технологий, цифровизации, электронной коммерции, революция 4.0 и их глобальное распространение привело к последствиям, которые не ожидали страны Запада. Воспользовавшись западными технологиями и капиталом, новые индустриальные страны, в первую очередь, Китай, за последние годы вошли в стадию технической зрелости, став разработчиками, поставщиками и конкурентами ведущих западных стран. Президенту Трампу ничего не стоит обвинить Китай в краже интеллектуальной собственности и других грехах. То, что Китай стал крупнейшим в мире экспортером, в Т. Ч. Продукции высоких технологий результат более высокой организации китайской экономики, ее производительности и адекватной экономической и торговой политики. Тихий бунт в НАТО. Продолжается информационная волна, поднятая заявлением президента Макрона о смерти мозга Североатлантического альянса. Революция 4.0, вызвав отток капиталов из развивающихся стран, обозначила не только курс Запада на так называемую реиндустриализацию, но имела и другой, причем очень важный аспект. С точки зрения разделения труда и специализации в мире, цифровизация, роботизация, технологии 3D рационализируют и укорачивают глобальные цепочки создания стоимости и приближают производство товаров к рынкам сбыта. Иными словами, национальные экономики объективно тяготеют к более рациональной взаимозависимости и воздействию на них классических факторов конкурентноспособности производства и торговли товарами и услугами. Вот почему, на наш взгляд, протекционистская политика Трампа, противоречащая логике глобального развития и правилам ВТО, в обозримой перспективе должна сойти на нет, так как противоречит интересам самих же американских производителей, подробнее об этом СМ. В статье «Свободная пресса экономика против империализма» 21. Век все настойчивее стучится в двери мирового сообщества с повесткой Дня устойчивого развития, принятой до 2030 года ООН в 2015 году. Она означает сбалансированность трех компонентов развития общественно-экономического, социального и экологического. Однако в силу все тех же законов капитализма, прибыль превыше всего, препятствий на этом пути хватает, особенно в социальной области. Читайте также. Масаракш. Башни Зеленского. Президент Украины собирается сделать из средств массовой информации послушную пропагандистскую машину. Как отмечал известный российский экономист и политик Руслан Хасбулатов на семинаре Евразийской экономической комиссии 22 ноября сего года, за прошедшие четыре года неравенства в распределении доходов в ведущих странах мира, в том числе и в России, еще более усилилось. В странах ЕАЭС продолжается хроническое недофинансирование вложений в человеческий капитал, особенно, в тех странах, которые имеют избыточное накопление финансовых ресурсов. Важным фактором, негативно влияющим на социальную сферу, являются высокие цены на энергоносители, которые совершенно не оправданы для страны, экспортирующие в огромном объеме нефть и газ. Высокая степень монополизации отрасли, как и других сырьевых отраслей, невнимание крупного бизнеса к вопросам экологии и отсутствие внятной политики властей привели к тому, что крупный сырьевой бизнес России производит до 90% всех отходов. Основная доля производимого ВВП приходится на крупные корпорации, а средний и малый бизнес довольствуются незначительной частью. Пример той же и России. В России фактически нет конкуренции, и в этом одна из главных причин крайне низких темпов экономического роста при наличии всех предпосылок для устойчивого и сбалансированного развития. К этому надо добавить ущербную экономическую политику в духе фридманизма, неолиберализма. Вывод напрашивается сам собой исходя из интересов всего общества, миру нужна новая экономическая политика.